Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели, доброе утро, кто только проснулся, присоединился к Радио Болтком, программа «Добро пожаловаться» и в нашей студии председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Евгений Копин за звукорежиссерским пультом, ну а сегодня вот проведу программу я, Олег Пека, и мы в прошлый раз уже анонсировали такую очень, наверное, волнующую для многих тему признание дома негодным для жилья, какие вообще здесь есть, какие подводные камни и угрозы для собственников. И существует ли какой-то, ну в настоящее время, вот регламент содержания дома, где все понятно, как с автомобилем, техосмотр, диагностика каждый год, то есть вот существует ли такая практика в отношении домов? Ну, начнем с того, что на самом деле, если на сегодняшний день каких-то строгих технических регламентов, именно я подчеркиваю технических, не процедурных, процедурные вообще процессы по обслуживанию содержания жилого дома прописаны в 907 правилах Кабинета Министра, но это не технические требования, это скорее юридические требования по тому, как организовывают процедуры. А вот технических требований к содержанию жилого дома и критерия, в каком случае, как признавать этот дом, в каком состоянии, какие регламентные работы необходимо производить, на государственном уровне таких документов нет. Это дается полностью на усмотрение управляющей компании, то есть как она может увидеть этот процесс. Кстати, если у наших слушателей есть вопросы, во-первых, можно звонить 67212-939-67213-939 и присылать ваши вопросы, какие-то реплики на WhatsApp 2-000-6191-2-300-6191. А кто тогда принимает решение, вот дом годен к эксплуатации или не годен к эксплуатации? Ну, по всей видимости, это уже вопрос строительного права или бюро по надзору за строительством, это уже вопрос органов самоуправления и государства. Естественно, перед этим, наверное, должны быть произведены некоторые экспертизы и после этого самоуправление, либо соответствующий государственный орган признает дом пригодным или частично пригодным к эксплуатации, либо дает предписание на то, чтобы привести его в порядок, в соответствии и так далее. Но здесь такие, на сегодняшний день, насколько я понимаю, в Старом городе Реческая дума, департамент, по-моему, недвижимости очень активно этим занимается. И приводя, стремясь к тому, чтобы собственники привели в порядок в Старом городе дома, а там дается предписание, повышается налог на недвижимость и так далее. И там выносятся достаточно жесткие требования по приведению этих домов в порядок, и методом стимуляции является многократное повышение налога на недвижимость. В отношении зданий массовой застройки, то есть это блочно-панельные здания, которые были построены в советский период, какой-то такой практики особой нет. То есть я бы сказал так, с точки зрения государства и самоуправления, эти здания являются безнадзорными. То есть никакого-то регламента технического нет, обязательных работ нет, все равно усмотрение права управляющего ограничены в подавляющем большинстве случаев тем, что он имеет право готовить проектно-сметную документацию, планы ремонтно-строительных работ по своему воззрению и выносить на суд собственников квартир. Как правило, все этим и заканчивается, потому что собственники квартир должны принять на собрание решение о производстве данных работ, может быть в определенных случаях поменять последовательных производства этих работ, и далее о финансировании этих работ. Но как правило, даже по нормативной базе очень интересно, мы должны разработать план управления, план сохранения здания, и ознакомиться с ним собственника, а собственники должны принять решение. То есть, по большому счету, сегодня, исходя из той нормативной базы, которая существует, мне достаточно просто проинформировать, что вам нужно в таком-то году отремонтировать крышу на сумму такую-то, в таком-то там еще такие работы, еще, еще, еще. Ребята, я вас оповестил, дальше принимайте решение, моя ответственность ушла. И по факту дальше все повисает в воздухе. Потому что необходимо большинство голосов или абсолютное количество? Необходимо, чтобы решение о таких ремонтных работах принималось с квалифицированным большинством голосов. То есть, 51% от общего количества собственников должен проголосовать за производство работы, за финансирование этих работ, за источник финансирования. Но, как правило, в подавляющем большинстве случаев все заканчивается этапом планирования. Собственники либо не желают вообще принимать решение, либо они отказываются от ремонтных работ, и зачастую термин «такой еще пока и так хорошо». А есть ли какие-то возможности, ну, вот это пресловутое, большинство очень тяжело ведь собрать, и там, я понимаю, действует психологический фактор, что кто-то не вносит эти деньги на ремонт, кто-то считает, что это несправедливо. Ну, то есть, там очень много всяких. Кто-то не живет в этом доме, там, сдает квартиру. Ну, если не живет, а сдает, то тут, если его можно найти, потому что у нас же все засекречено, у нас засекречены в том числе и реальные, скажем, адреса регистрации, у нас все, чтобы что-то получить, для этого нужно там пройти очень много бюрократических кругов, и не всегда тебе их дадут. Но с теми, кто сдает квартиры, более-менее просто, когда ты его находишь, потому что не он платит. Не он платит, платит арендатор, в любом случае платит арендатор, и повышение такого рода квартплаты его даже не смущает, и более того, его радует, потому что это повышает только привлекательность объекта. Сложнее все с теми, кто живет постоянно, и самое главное, что люди, по-моему, до конца не осознают последствий, возможных последствий, потому что они, скорее всего, несколько отдаленные, то есть это не завтра наступит, как говорит министр экономики, что завтра мы можем начать признавать дома непригодными к эксплуатации, допустим, той же 464-й серии. Это может наступить не через 10 лет, а через 20, но наступит обязательно, если так безобразно относиться к своей собственности, я сразу скажу. А что наступит? Если мы посмотрим сегодня на законодательство, ну, к примеру, очень актуальный вопрос, и дорогой вопрос по деньгам, это периодический ремонт межпанельных швов. То есть вот эти стыки между панелями, которые видны в виде швов, они должны быть каждые 5-7 лет по новой обработаны, причем 100% без философии, что здесь хорошо, а здесь плохо. Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание влаги в стены, которые являются несущими, и, соответственно, предотвратить их разрушение, чтобы они не были холодными, потому что влажная стена, она холодная, и чтобы арматура, которая находится в этих стенах, и при помощи которой скреплено все здание, то есть на этих вот, условно говоря, проволочках или прутках, как кому больше нравится, держится все здание, чтобы она не ржавела. Тогда все будет нормально с вашим зданием. Как правило, такие работы блокируются, или они делаются по остаточному принципу. То есть если уже протекло, то тогда давайте что-то там, один метр сделаем. Отсутствие таких работ может привести действительно в один прекрасный момент, к тому, что здание станет либо опасным, либо непригодным. То же самое касается, ведь это же не только один вопрос, это силовая часть. На сегодняшний день, насколько я понимаю, массово стоят трубы еще с момента строительства. Они уже ни к чему не пригодны. Честно говоря, они просто непригодны. Они держатся на каком-то таком святом духе, и в любой момент, да и, собственно говоря, большинство жильцов и знает, что они льют друг на друга безбожно. Но вот признание здания непригодным к эксплуатации, согласно латвийского законодательства, влечет за собой, а, ответственность за техническое состояние здания собственник, в данном случае многоквартирного дома, никто иной, как собственники квартир в сумме. И второе, собственник, в таком случае, если принадлежащее ему здание признано непригодным к эксплуатации, должен его освободить, демонтировать и утилизировать отходы. За свои деньги? Естественно. Это обязанность собственника. То есть, получается, что собственник многоквартирного дома рискует не просто лишиться своего часто единственного жилья, но еще плюс ко всему, даже если он копил, у него какие-то накопления были там с планами купить другую квартиру, его принудительно могут заставить вот эти накопления использовать для сноса дома. Но это его обязанность. Это его обязанность. Утилизация непригодного здания, освобождение земли для дальнейшего использования, это его обязанность. И здесь говорит о том, что его будут принуждать. Нет, он должен будет выполнить свои обязанности, если обязанности не выполняешь, то сегодня вроде бы никто в это не верит. Как правило, когда начинаешь об этом говорить, там раздается, а должны расселить. Ну, наверное, кто-то смотрит на восток и там расселяют. Здесь никто никого ничего не должен. И я не вижу никаких даже мыслей о том, что кто-то должен. Более того, там остается так. Как-то хорошо, прошел тот фантастический этап, когда снесено здание, все, оно чистое. Земля, как правило, в большинстве случаев принадлежит коллективу собственников. Там 70-80 собственникам. Дальше для того, чтобы как-то воспользоваться этой землей по-другому, то есть здесь невозможно даже как-то планировать. То есть нужно сначала принять стопроцентное решение, как вы будете пользоваться, причем 100% голосов, дальше пользоваться этой землей, отчуждать, закладывать ее в банк для того, чтобы взять кредит на новое строительство и так далее. Тут все неясно, но тут должно быть очень серьезное решение, причем юридически хорошо проработано. И только после этого вы сможете приступить к проектированию нового здания. То есть у вас будет неизбежный перерыв между освобождением здания и вообще утверждением нового проекта. Это не будет, наверное, 15 минут. Это будет за гораздо больше времени. Вот о таких последствиях я бы очень сильно призывал бы задуматься собственников квартир, потому что эти игры в демократию, которые касаются технического состояния здания, они приведут неизбежно к тому, что последствия могут оказаться весьма и весьма печальными. Но это, получается, ведь будет касаться большого количества людей, судя по ближайшим, сколько людей живет в этих домах. Но об этом мы сейчас поговорим. Алло, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Ну, вы знаете, вопрос, конечно, у меня есть, но у меня больше комментарий. Господин Сидорко, здравствуйте. Это Татьяна. Да, узнал, конечно. Вы знаете, ну вот самое ужасное, то, что действительно, просто меня немножко опередили, не верят жильцы многоквартирных домов в то, что дом снесут, и что они будут просто без жилья. Мало того, дом, если находится на хозяйской земле, им никто не разрешит там построить снова дом, естественно, да. Хозяин начнет свою землю эксплуатировать как угодно. И самое обидное, что вот у нас, например, управляющая, другая, которая занимается всем этим, не объясняет это людям, потому что сама этого не очень понимает. И мне хочется, чтобы вот жильцы многоквартирных домов все-таки сходили к юристам хоть по одному и узнали, что у нас никто ничего дарить не будет. И если дом будет признан действительно нежилым и аварийным, их просто лишат квартиры, то есть они сами себя лишат квартиры, будут все вывозить за свой счет. Вот этого они не понимают и не верят. Спасибо большое. Спасибо. И более того, насколько я понимаю, здесь речь идет не только о том, что они будут вывозить за свой счет и окажутся на улице, но и более того, их еще и обяжут за свои деньги снести это здание. То есть это тоже ведь немалая сумма для того, чтобы... Ну, демонтаж здания стоит хороших денег, но еще плюс стоимость утилизации. Утилизация. То есть эти отходы, которые будут в виде обломков вашего здания, их каким-то образом надо переработать. Никто бесплатно на утилизацию этот строительный мусор принимать не будет. Это весьма и весьма серьезные деньги. Я сразу могу сказать, это весьма серьезные деньги. Во-вторых, насчет убеждения. Ну, мне очень трудно, понимаете, это, наверное, как то же самое, что не кури, не пей, не ешь там сверхжирное. Я не знаю. Вот это те же самые. Потому что сколько ты не говоришь о том, что это приведет к печальным последствиям. Далее самый главный вопрос, что если в отношении, скажем, старого города можно было применять, потому что там все-таки, ну, я надеюсь, там специфическая публика живет. Все-таки уже в большинстве случаев там люди выбирают это жилье по доброй воле. И применяется сейчас Веческая дума как мера принуждения. Это вот до десятикратного размера повышения налога на недвижимость. Это сразу очень эффективно воспитывает собственников. Мне самому довелось управлять такими домами. И там сразу все, весь плач Ярославный о том, что чего-то нет и очень трудно принять решение, кончается, а только получают первое налоговое извещение. Когда видят, что всерьез нужно платить, а эти деньги в течение пяти лет вместо налога можно было на эти деньги полностью привезти здание в порядок, там моментально отношение меняется. Можно ли применить будет такую схему по отношению к объектам массовой застройки? Я не знаю, потому что там все-таки контингент немножко другой, и это массовость. Насчет того, что это может стать очень крупной проблемой. Пока у нас нет звонков. Очень крупной проблемой, то это вы абсолютно правы, потому что в данной ситуации здания строились в период, ну, скажем так, в десятилетний период. Где-то с 70-го по 80-й, ну, примерно, или 85-й год, эти здания строились в очень короткий период. Они имеют одинаковые дефекты, они имеют одинаковую, скажем, неправильную эксплуатацию, условно говоря, и поэтому они будут рушиться тоже примерно в один момент. И, конечно, если там с сегодняшний день живет почти половина населения, если не больше, и города в этих зданиях, то куда они пойдут? Кто им предоставит? Ведь там же вопрос комплексный. Мало того, что надо освободить землю, а где строить новое жилье? Где сейчас в Риге находятся микрорайоны, которым подведены основные коммуникации, скажем, где есть уже инфраструктура в виде теплоснабжения, в виде водоснабжения, канализации и так далее. Это же серьезнейший вопрос. Для того, чтобы начинать где-то более-менее крупное строительство или массовое строительство, для этого нужно подвести коммуникации. И очень много. И это очень дорогая штука. Это не потянет какой-нибудь отдельный дом. Это должно быть государственной программой. Поэтому здесь вопрос очень комплексный и очень тяжелый. И то, что собственники квартиры на сегодняшний день недопонимают и не хотят это воспринимать, должно было бы компенсироваться более строгим регулированием. Именно обязательным техническим регламентом и строгим контролем за исполнением этого технического регламента. Положено ремонтировать швы. Давайте не перестанем философствовать. Их надо ремонтировать. Точно так же положено восстанавливать кровляное покрытие раз в 10 лет. Давайте это делать без философии. Давайте пытаться таким образом, при помощи правового регулирования, вводить в нормальные рамки эксплуатацию и сохранность живого фонда. Но, к сожалению, на сегодняшний день это проблема. Вторая проблема – это то, что есть в перепланировке. Ну вот, наверное, про эту проблему мы сейчас еще примем один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Один Сидорг тут ромотивирует, конечно, ситуацию. Мне вот непонятно, откуда он берет информацию о том, что нужно делать. Вот последняя фраза, что ремонтировать крышу раз в 10 лет. Это никем не установлено. Ни одним нормативом. Вы уверены, что никем не установлено? Не установлено. Вы уверены в этом? Вот так же никак не установлено, что после срока службы здания оно становится непригодным. Это тоже нормативным актом, кроме как бубнутой комнаты. Там никем, опять-таки, не установлено. То есть срок службы здания, он не означает срок использования возможного. То есть вот частный дом, я могу построить, 200 лет в нем жить. Правильно? Это тоже никем не установлено. До тех пор, пока компетентная институция не признает ваш частный дом непригодным для проживания, что, допустим, недавно произошло на улице Гимнастикас. В прошлом году вы непринудительно этот дом снесли. Это первое. Второе. Когда вы говорите, что нет нормативного документа, то вы глубоко заблуждаетесь, потому что в 1972 году, в 1982 году, Министерство строительства Советского Союза выпустил инструкцию по эксплуатации многоквартирных крупнопанельных зданий. И почему вы считаете, что если сейчас сменился государственный язык и сменилась, скажем, общественно-политический строй, то техническая инструкция по эксплуатации этих зданий, которая гарантировала при ее соблюдении срок службы здания 150 лет, отменилась? То, что мы на нее не ссылаемся, но это то же самое, что с автомобилем. В ФРГ выпущена инструкция по эксплуатации Мерседесом, а мы в Латвии ее не применяем. Ну, ребят, здравствуйте. Каждый изделий имеет... Допустим, не по инструкции используешь автомобиль, меняешь масло не в 30 тысяч, а в 60 тысяч, и при этом проходишь техосмотры, у тебя все хорошо, да, то у тебя не один... Понимаете, давайте говорить так, мы перейдем в более понятную сферу, вредно или не вредно курить. Ну, вот то же самое, если есть инструкция производителя, как правильно эксплуатировать здание, мое мнение заключается в том, что эту инструкцию производителя нужно легализировать и требовать неукоснительного соблюдения. Тогда будет обеспечено правильное техническое состояние. Ваше заявление для меня, вы прошу прощения, звучит так, что... А не надо ее соблюдать как-нибудь на кривой вылезе? Нет, я говорю о том, что каждая необходимая из каких-то работ, она приходит со временем. И нельзя говорить о том, что норматив устанавливает раз в 10 лет, чинить крышу. Ну, такого... Ну, я не знаю, я, конечно, не изучал 70-х годов инструкции, но такого не видел. Наверное, там и по мостам, типа Дегловского, тоже такая инструкция должна была быть. Была, наверняка, была. Была, и раз в 10 лет, я вам отвечу, откуда? Откройте любое требование на кровельный материал, у него срок эксплуатации 10 лет. Кровельный материал, как правило, за исключением вот последних битумных и вот рулонные покрытия все кровельные, они у них есть на сегодняшний день срок эксплуатации раз в 10 лет. Если мы... Дальше его можно эксплуатировать, но оно ненадежная эксплуатация. Дальше, если мы возьмем герметики на межпанельные швы, 5-7 лет срок эксплуатации. Все это было прописано. А если мы возьмем, извините, железные стальные трубы, которые используются и протекают, дырки там, их же тоже целиком, никто сразу все не меняет. Почему? Но, тем не менее, их эксплуатировать... Почему не меняют? У меня вопрос, вот понимаете, если у нас дискуссия, у меня вопрос, почему не меняют? Наоборот, что, допустим, в нашем кооперативе мы эти трубы поменяли еще в 2000 году. Все. Мы поменяли и живем спокойно. Вы не поменяли и говорите, что они текут. Ну, почему не поменяли? Мы тоже хотим менять. И, в принципе, у нас и средства на это есть. Но есть средства на другие... То есть, нужны средства на другие работы. Не нужны. Мы тоже меняем. Вот я говорю о том, что если трубы тоже имели срок, скажем так, службы, и они пришли уже в негодность, скажем, никто в сию секунду из-за этого не прекратит эксплуатацию там водных систем водоснабжения дома. Ни один инспектор вам по этому поводу не прекратит. Вы знаете, я вернусь к тому, что вы сказали чуть-чуть ранее про Дегловский мост. Я, допустим, по нему в силу своего географического расположения полтора года ездил, пока шел ремонт. И была тишина. И вдруг два дня все закрыли. Хотя состояние опор было таким и два года назад, и год назад, и десять недель назад. Поэтому, когда вы ее подсчитывали... Ну, да, мы уже закрыли административным актом, который можно оспорить судьи, и еще десять лет можно как бы... Ездить только не можем. Вы знаете, я думаю, что, наверное, мы занимаем сейчас... Ну, такой дискуссий... Спасибо, да, у нас просто время небольшого перерыва. Спасибо. Просто мы, наверное, сделаем сейчас перерыв, после чего вернемся, и, может быть, ну, действительно обсудим. Мне кажется, очень интересная как раз интересная позиция человека, который как раз-таки не верит в том, что может что-то случиться, и считает, что может все идти как прежде. Продолжается программа. Добро пожаловаться. Председатель правления консультационного совета собственников квартир Сергей Сидорко сегодня у нас в студии. И вот... Да, действительно... Немножко небольшой комментарий к этому звонку, который был. Он очень правильный звонок был, и... Ну, во-первых, я хочу сказать, нагнетая не я, нагнетая от Министерства экономики. Это первое. Да, заключение о том, что в ближайшее время дома могут быть признаны непригодными к эксплуатации, прозвучало оттуда. Второе. Я абсолютно согласен с созвонившим в том плане, что нормативный срок службы не означает этот тот самый предел возможности эксплуатации зданий. Здесь он абсолютно прав. То есть, норматив есть норматив. Норматив устанавливает некую границу, после которой нужно произвести какие-то определенные действия. В данном случае очень глубокое исследование состояния зданий с тем, чтобы сделать вывод о дальнейшем возможности дальнейшей эксплуатации. Здесь он прав абсолютно, поэтому я ни на сколько не настаиваю, что вот завтра... Я просто говорю немножко о другом. Если мы систематически, а это я четко совершенно понимаю, что говорю, нарушаем правила эксплуатации зданий не своевременно производим ремонт и не своевременно производим замену тех же коммуникаций, то в здании накапливаются и усугубляются проблемы, потому что не вовремя отремонтированная крыша, не вовремя отремонтированные швы межпанельные ведут к насыщению конструкции влага и соответственно к ее разрушению этой конструкции. Это аксиматические вещи. Точно так же, когда вы говорите, что у вас подтекают трубы или там еще что-то о нехорошем состоянии, то они где-то сочатся там, где вы не замечаете и где-то начинается разрушение конструкции. И так во всем, если у нас система отопления уже устарела и не соответствует нынешним условиям отопления, а так оно и есть в большинстве зданий, когда модернный теплоузел подает где-то температуру теплоносителя по 48-50 градусов, а радиатор начинает старого типа работать только тогда, когда температура теплоносителя 60, вот у нас и начинается всякого рода неприятность и неравномерное распределение тепла по дому и после этого самовольные перестройки системы отопления как следствие удорожания вообще стоимости отопления при очень неравномерном распределении тепла. Все это требует своевременной реакции и, наверное, не будет радиослушатель со мной спорить, что если делать упреждающий ремонт, то все гораздо более просто и дешево, потому что одно дело сделать ремонт шва до того, как стена насытилась водой и микротрещины не пошли по панели, другое дело сделать тогда, когда уже или по деньгам или по пониманию, когда мы сделали, когда стена уже намокла, когда начались микротрещины, потом ты едешь и смотришь некоторые многоэтажки сегодня уже не просто панельные швы, оно все разрисовано как обстоятельная картина, потому что трещина на трещина, трещина на трещина. Это стоит безумно дорого и это ни к чему хорошему не ведет, потому что этот процесс уже после этого запустив его очень трудно, практически невозможно остановить без радикальных капиталовложений. Но вот проблема ведь состоит в том, что раньше эту ответственность за состояние домов несло государство, ну вот скажем, то, которое было раньше, и были специально вот эти, я понимаю, инструкции, требования к эксплуатации этих многопанельных домов составлялись в расчете на то, что все эти работы будет выполнять государство. А перекладывая его на плечи вот собственников квартир, всю ответственность, вот мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, этих собственников действительно много, и они не всегда могут друг с другом договориться, вот начинается, ну, то есть есть единоначалие, кто-то принимает решение, выполняется, а здесь это сложнее реализовать. И не у всех есть, скажем, финансовые возможности, опять-таки, вот даже просто поддерживать дом в этом состоянии. И многие надеются по старой привычке, старой памяти, ай, там, придет в негодность, расселят, дадут другое жилье. То есть вот я беру в кавычки как бы. Ну, я немножко вернусь тогда в прошлое и напомню, что в советское время тоже не было государства за это ответственно. На самом деле был норматив, да, вы правы. Второе, что было, было обязательно для всех собственников жилья, неважно, это государственное жилье, самоуправленческое, либо кооперативное, частное в то время, на квартирное жилье были обязательно, так называемое, амортизационное отчисление. То есть был некий ремонтный фонд, то, что мы сейчас называем мусковый фонд или там накопительный фонд, куда постоянно отчислялись деньги с таким расчетом, но это, конечно, сейчас звучит фантастически, чтобы через там сто лет было восстановлено жилье полностью. При этом был регламент, что нужно делать, и разрешалось использовать деньги вот этого амортизационного фонда для производства этих работ. И, ну, насколько я помню, в Рижском госполкоме был специальный отдел, который занимался контролем, как вы планируете и как вы производите эти работы. То есть, по крайней мере, вся формальная часть материального обеспечения, ремонтных, регламентных работ была со стороны государства нормирована. Второе, контроль за планированием и контроль за тем, чтобы факт таких работ происходил, был тоже со стороны самоуправления государства, чего у нас сейчас абсолютно отсутствует. В этом и наши беды, потому что, ну, нельзя, наверное, надеяться на то, что собственники квартир все соберутся в один момент и все будут делать. Второе, под это же нужно иметь еще и инфраструктуру, должны быть ремонтно-строительные мощности, которых у нас нет, потому что такого рода работы никто массово не планирует, поэтому и рынка-то нету предложения. То есть, есть отдельные фирмочки и бригады, которые могут что-то предложить, но если вы всерьез сейчас возьмете и там скажете, давайте-ка мы отремонтируем крышу на тысячи домов, то лозунг на этом и закроется. Потому что ты отремонтируешь крышу на тысячи домов, для этого нужны очень хорошие мощности. Строительный ремонт, на которых нам вряд ли мы найдем здесь. Поэтому я еще раз хочу повториться, что здесь очень важный момент, это то, что мы сегодня должны найти баланс, если мы демократию в процесс управления домами ввели до полна, то теперь нужно найти баланс какой-то и механизм принуждения и регулирования, чтобы если я иду к собранию, чтобы не было так, что это вот он захотел ремонтировать, чего это он здесь выдумал. Ну, примерно так у нас звучит сегодня собрание. У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Есть такая возможность пойти к нотариусу и отказаться от своей собственности. И тогда не надо будет платить... А сколько за коня? Не, ну как, ни в кого, просто скинуть собственность. Можно скинуть собственность, атомность, и все, и это не ваше. Вы не можете. Вы не можете просто так по латвийскому законодательству выкинуть собственность на помойку. Нет. Вы можете только передать ее в пользу кого-то. Не, не, не. Идете к нотариусу. Это нотариус охраняет. И что? И все, это не ваше собственность. Я тоже в первую очередь. Я проконсультируюсь. На следующей передаче обязательно прокомментирую этот звонок. Для меня это неожиданность, потому что я думаю, что можно отказаться, может быть, от собственности, но не от своих невыполненных обязательств под отношением той собственности, которую вам... Надо проконсультироваться. Здесь такой поворот неожиданный. Потому что, ну, хорошо, даже в любом случае это не решение проблемы, потому что человек, ну, тогда просто оказывается на улице, ну, хорошо, но не несет ответственности еще за это здание. Еще один звонок, наверное, уже последний. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. Скажите, вы коснулись кровельных работ, крыш. Ну, допустим, жильцы собрались, решили и уже, так сказать, нам сказали, что, ну, да, все хорошо, будем ремонтировать, включили в план. Но когда это будет делать? Это же не в силах жильцах, так сказать, решить этот вопрос. Это уже решают на уровне домоуправления. Вот этот вопрос очень важный. Почему? Потому что крыша, так сказать, это влечет разрушение всего дома, так сказать. Если она плохая, то уже и делается это, я думаю, что целенаправленное затягивание вот этих работ. Почему? Спасибо, спасибо. Немножко непонятна причина затягивания, потому что тут о каком домоуправлении идет речь, и второе, если жильцы приняли решение в плане, первое, делать ремонт, второе, выделили финансовый ресурс, ну, допустим, там, ну, условно говоря, 100 евро на квадратный метр, я сейчас, цифра буквально такая, она выскакивает, ни о чем. Значит, или там 10 евро на квадратный метр, и деньги взять оттуда-то, либо там из накоплений, либо мы будем вносить определенную плату и так далее. То есть, если есть решение о том, что делать, есть решение об сумме, есть решение о способе погашения этой суммы, то дальше я не вижу причины для задержки. Это что там тянуть? Если просто принято решение, давайте делать крышу, мы вам предложили, как управляющий компания, чаще всего я сталкиваюсь с тем, что мы говорим, что ремонт крыши будет стоить 15 тысяч евро, ну, допустим, опять-таки, цифра условная. И для этого нужно платить по 50 центов с квадратного метра общей площади жилы, общей площади квартиры там в течение двух лет, ну, цифры условные, естественно. А собственники говорят так, да, крышу делать надо, но платить мы не будем. Но это значит, решение не принятое. Оно будет отложено до тех моментов, до того момента, пока собственники не примут решение о финансировании. У нас, к сожалению, вот закончилось время программы, но учитывая такое большое количество звонков и откликов, я думаю, что мы продолжим эту тему ровно через неделю, в следующий вторник председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко был сегодня в программе «Добро пожаловаться». Спасибо вам, до новых встреч. Всего доброго.